18.00, Назаровка. Антуражный двор и не менее впечатляющая картина в доме. Битая посуда здесь хранится на полу на счастье. В помещении, которое сложно назвать кухней, уставший от безудержного веселья гость. Запах – отдельная тема. В соседней комнате отдыхает хозяйка жилища, 42-летняя Люба. Сложно подняться с лежанки и ее родственнику. Общение со съемочной группой и судебным исполнителям каждому дается с трудом. Олег, давно вы телефон приобретали? Компанию не смущают правоохранители. Появление судебного исполнителя – тоже норма. У хозяйки с мужем на двоих солидный долг перед государством – 2000 белорусских рублей. Это штрафы за отсутствие фликера, за появление в нетрезвом виде в общественном месте и еще целый список подобных правонарушений. Платить не думают. Не до этого. А значит, в ход идут самые жесткие меры. Сейчас мы описываем имущество, принадлежащее должнику, которое ко мне по повесткам не является. И неоднократно по адресу я здесь была. Но на сегодняшний день мы обнаружили здесь имущество, которое можно описать. Оценка имущественного состояния – единственное, что могут сделать судебные исполнители в подобной ситуации. Правда, чаще всего описывать нечего, как в случае по этому адресу. 55-летняя Светлана, кажется, предпочитает минимализм во всем, кроме градусов в стакане. Больше 30 лет она живет в свое удовольствие. Алкоголем трубы забиваю. Что пьете? Катиловый. А откуда берете? Отовсюда. Легко взять на точках или приносит кто-то? Ну, прямо смотрю, чтобы не принесли. Смотрю, чтобы не разогналось и не принесли. Так покупать же его надо, нет? Конечно, покупать. Так и за что покупаете, если вы не работаете? Светлана с 2014 года задолжала 743 рубля. Все это копеечные штрафы, но в огромном количестве. Правда, сама не переживает. В тюрьму она не попадет, а ЛТП ее не пугает. Взыскать деньги почти нереально. Она через пару лет получает пенсию. Ей будет оформлено. Если она до нее доживет, не знаю, с таким образом жизни, есть вероятность того, что можно будет удержать из пенсии. Поскольку это один из видов дохода. В списке судоисполнителя десятки адресов только Назаровки. По городу таких еще больше и практически по каждому. Если удается застать должника на месте, обстановка в доме примерно одинакова. Собственно, как и образ жизни. Вот только признаться, в проблемах готовы не все. Почему вы сегодня выпили? Я не выпиваю вообще. Не пьете? Нет. А чем занимаетесь? Работаю. Ну, а сегодня у вас выхода? Крыши, ну, завтра ехать на работу. После многочасового обхода по повестке каждый обязан явиться к исполнителю. Оплатить штрафы и забрать имущество, которое было изъято в счет погашения части долга. В случае с 42-летней Любой – это телефон и телевизор. Правда, в намеченный день женщина снова не пришла. Ее вещи будут проданы. Ангелина Дикун, Максим Галеонко. Итоги недели.